Вопрос, который мы с вами рассмотрим, называется «Кто должен делать?». Иными словами, все то, о чем мы с вами говорили, чьим уделом, чьей задачей это является. Так получается, что в наши дни апологетикой занимаются очень немногие люди. И, по сути дела, в наших учебных заведениях очень редко есть нормальный, достойный курс по апологетике. И вообще тех людей, которые серьезно, профессионально занимаются этой проблемой в России, можно пересчитать по пальцам обоих рук, не особенно напрягается. В большинстве своем это люди-энтузиасты, люди, которые это делают в свободное время за свои деньги, на своем оборудовании. И часто бывает так, что их собственные поместные церкви либо не знают о том, что они этим занимаются, либо их не поддерживают, даже часто не молятся за них. То есть в нашей стране получается так, что апологетика существует как-то помимо основной церковной жизни. Я знаю очень мало случаев, когда в церкви есть какая-то более-менее централизованная программа, некие более-менее централизованные усилия по работе с такими людьми. В принципе, и на Западе ситуация часто немногим лучше. То есть и там во многом усилия по защите христианской истины, по благовестию к культистам, они тоже основываются на частной инициативе людей, поддерживаются частными спонсорами, не какими-то конфессиями. В России ситуация, к сожалению, она особенно особенно неприятна. В 30-х годах один американский богослов, человек, который написал первую современную книгу на английском языке о культах, человек, который впервые за очень долгое время напомнил церкви о том, что такая проблема существует. Человека звали Ян Карл Ван Баален. Он сказал очень интересную вещь, которая, в общем-то, сегодня до сих пор является истиной, к сожалению, по поводу христианства. Он сказал, культ – это неоплаченные счета христианской церкви. Культ – это неоплаченные счета христианской церкви. Но, между словами, культисты быстрее всего и лучше всего, успешнее всего действуют и растут там, где христианская церковь не делает то, что Господь ей поручил в плане защиты истины и права и проповеди здравого учения. Писание ясно говорит о том, что апологетика – это дело не немногих избранных, а это дело каждого христианина. Каждый христианин должен защищать истину тогда, когда это потребуется. Апостол Петр каждому из нас говорит, будьте всегда готовы всякому спрашивающего вас учета в вашем уповании дать ответ скрутостью и благоговения. Опять же, это не значит, что каждый нас должен быть профессиональным апологетом и посвятить всю свою жизнь тому, чтобы заниматься этим служением. Но на своем месте, в своем служении, в своей жизни, когда у нас возникают такие моменты, такие сложности, каждый из нас должен выполнить то поручение, которое Господь ему дал. Опять же, есть очень важный момент, который нужно иметь в виду. Конечно, никто из нас не может быть готов ко всему. И даже люди, которые занимаются этим вопросом профессионально, время от времени задают им вопросы, на которые они не знают ответ. То есть, время от времени все мы оказываемся перед ситуацией, с которой мы, так или иначе, не можем разобраться, не готовы просто к ее решению. Это не страшно само по себе, потому что мы люди, мы, естественно, многого не знаем и многого не умеем. Но если мы сегодня чего-то не знаем, если мы столкнулись с какой-то ситуацией, в которой мы не готовы, это является поводом к тому, чтобы завтра знать больше, к тому, чтобы завтра найти ответ на тот вопрос, который мы сегодня, к сожалению, не можем разрешить, на который у нас ответа пока готового нет. Один очень важный аспект и очень важная сторона, о которой говорит Писание, это то, что апологетика должна быть делом всей Церкви. И мы с вами уже говорили о том, что именно когда Церковь объединяет усилия, тогда вот эти наши аргументы, они собираются в один мощный кулак и мы на самом деле можем их в полной мере использовать. Но есть еще и другая сторона, другой аспект этой проблемы. Просто для того, чтобы представить вам некий масштаб того, насколько Христианская Церковь в нашей стране отвечает на эту проблему возникшую, вот такая вот картинка. В конце 90-х годов мы с нашими сотрудниками нашего Центра и несколькими друзьями каждый год на протяжении четырех или пяти лет выходили на областные конгрессы свидетелей Игова. Это раз в год происходят летом такие большие собрания, когда свидетели Игова привозят на три дня людей со всей области для того, чтобы там по некой программе их обучать. И в последний день этого конгресса мы стояли на выходе, пытались с ними как-то разговаривать, раздавали им буклеты, держали плакаты, на которых что-то было написано, приглашали их на веб-страницу, которая для них была специально сделана в сети интернет и так далее. И просто представить себе можно ситуацию, когда огромный стадион в Санкт-Петербурге, стадион, бывший имени Ленина, Кировский стадион, откуда есть один выход, такой небольшой, достаточно узкий мостик. Вот на выходе с этого мостика стоят шесть или семь христиан с плакатами и мимо них сплошным потоком идут 13 тысяч свидетелей Игова. Представьте себе картинку. Шесть христиан и мимо них 13 тысяч свидетелей Игова. Старых, молодых, взрослых, каких угодно, которые только что получили какую-то накачку у себя на конгрессе. И даже когда кто-то из новообращенных останавливался, чтобы с нами поговорить, просто брали за руку физически и уводили, говорили, что с ними разговаривать. К сожалению, вот эта картинка, это и есть примерный масштаб ответа христианской церкви на ту проблему, которая у нас существует. Их тысячи людей, которые пытаются что-то сделать, единицы. И до тех пор, пока мы не поймем, что это дело всей церкви, пока церковь на самом деле не выступит за здравое учение, склонить чашу весов в сторону необходимой будет очень сложно. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Есть одно замечательное место в Писании, которое мы часто не замечаем, мимо которого мы проходим, потому что это не ключевое место. Мы часто прочитываем его и не обращаем на него особое внимание. На самом деле Павел об этом говорит между делом, но там есть одна очень интересная мысль. Послание к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. Филиппийцам 1, 27. В этом тексте апостол Павел говорит, это после того, как он сказал, что он хотел бы разрешиться и быть со Христом, но твердо знает, что он останется здесь для успеха в вере филиппийцев, когда он говорит о том, что он радуется, когда Христа проповедуют искренне или притворно. После всего этого он пишет следующее. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Казалось бы, такой текст совершенно проходной, вроде бы ничего особенного там нет. Есть одна еще любопытная деталь. Когда апостол Павел пишет этот текст, он пишет в мире, в котором нет радио, нет телевидения, нет телеграфа, нет почты, к которой мы привыкли, нет интернета, электронной почты. С голубями с почтовыми есть определенные проблемы. Новости распространяются из города в город со скоростью пешехода или каравана. И он пишет, если даже я к вам не приду, я хочу слышать о вас, что в городе Филиппа есть церковь, которая стоит единодушно за веру евангельскую. Из римской тюрьмы слышать, что в городе Филиппа есть такая церковь. Вот это и есть идеал жизни христианской церкви. Когда церковь не просто существует, но люди вокруг знают, что есть христианская церковь, которая стоит за евангельскую веру. И тут возникают некоторые любопытные коллизии. Дело в том, что много раз я слышал от разных людей. Вещи подобны таким, как свидетель Иегова не заходит в квартиры, где живут баптисты. На самом деле, заходят, конечно. На самом деле, если свидетель Иегова не заходит в квартиру, где живет баптист, происходит не потому, что он боится за свою веру. У свидетель Иегова время считано. Он проводит это время, чтобы зарабатывать спасение. Если он считает, что с таким человеком не о чем разговаривать, он туда не заходит. Но, собственно говоря, не понимаю другого. Почему мы должны этому радоваться? Если кто-то из неверующих начинает обходить меня стороной так, что у меня нет возможности этому человеку благовествовать, чему я должен радоваться? Неужели плод моей жизни в том, что неверующие или ложномыслищие от меня разбегаются, как таракан? Неужели ради этого я живу? Неужели это лучшее появление моей любви? У меня был когда-то интересный случай, когда в городе Киеве я читал похожий семинар, и ко мне впервые подошел такой очень большой баптист украинский. Очень большой. Я тоже человек не маленький, а на него смотрел снизу вверх. Он такой, как башня на него возвышался. Вот он подошел, посмотрел на меня сверху вниз и сказал, тут ко мне на днях приходили свидетели Иеговы, я спустил их с лестницы. И я ему сразу поверил, потому что я просто представить себе мог, как этот товарищ без особого труда берет и спускает человека с лестницы. Ему было совершенно без проблем это сделать. Единственный вопрос, который у меня возник, это неужели это лучшее проявление любви, на которую ты способен? На самом деле получается странная ситуация. Мы с вами часто ходим там днями, неделями, месяцами по улицам в поисках людей, которые хотят поговорить с нами о Боге. Когда к нам домой приходит свете Иеговы, мы говорим, а с вами разговаривать не хочу, а в худшем случае еще и спускаем их с лестницы. Я думаю, что это не очень хорошая вещь. Беда в том, что когда свидетели Иеговы, когда мы прогоняем его от наших дверей, он ведь не уходит домой зализывать рано, идет к нашим неверующим соседям, которые в отличие от нас не застрахованы от того, чтобы поверить в то, что им рассказывают. И поэтому, послушайте внимательно одну мысль. Если есть хотя бы одна причина, по которой мы должны пригласить этих людей домой, и говорить с ними, эта причина такая, чем больше времени он проведет с вами, тем меньше времени он проведет с вашими неверующими соседями. Поэтому пригласите его домой, напоите его чаем, чтобы он двигаться не смог, накормите его булочками, заберите у него всю литературу, которую он сможет вам отдать и ту, которую не сможет. Чем больше времени он проведет с вами, тем меньше времени он проведет с вашими неверующими соседями. Литература меньше упадет. Естественно, это не самая лучшая причина, по которой с ним нужно говорить. Да, все понимают, что это шутка к большому счету. Но если есть хотя бы одна причина, то она такая. На самом деле, гораздо лучше, если мы это делаем из любви, если мы хотим спасения этого человека. И в этом отношении, опять же, очень важно помнить, защита христианской веры – это дело всей церкви. Об этом нужно молиться, к этому нужно стремиться, этим нужно заниматься. И очень важно, чтобы церковь поддерживала такие усилия и стремилась к тому, чтобы это делать. Субтитры создавал DimaTorzok